Расскажу о том, как мы защищаем свою информацию. Немного о той компании, в которой я работаю. Это лесопромышленный холдинг, радикально интегрированный Сергея Жагруп. Это компания номер один в России. Занимается переработкой полного цикла древесины от лесозаготовки до производства домкомплекта, выпуска бумаги, мешков и так далее. География распространения – это вся Евразия. От Красноярского края до европейских активов, которые производят бумагу. И, в общем-то, когда вы несете пакет Икея, это наше производство. Оборот компании в прошлом году составил 65 миллиардов рублей. В прошлом месяце мы вышли на IPO, капитализация – 125 миллиардов рублей. Это немало. Банальный вопрос. Зачем нужна защита конфиденциальной информации? На самом деле, мой опыт говорит о том, что большинство руководителей компаний до сих пор не понимают, зачем это нужно. Наверное, только компании федерального уровня серьезно относятся к этой задаче. Компании региональные до сих пор думают, что у них конфиденциальной информации нет и понести убытки они никаким образом не могут. Я приведу неполный перечень, скажем так, информации, которая может нанести реальный ощутимый ущерб при утечке. Например, стратегические инвестиционные планы компании. Перед выходом на IPO мы готовились к нему год. Это все держалось в строжайшем секрете. И, в общем-то, только в последний месяц информация была опубликована. Если бы об этом узнали заранее, то могли бы быть непоправимые последствия и ущерб исчислялся бы миллиардами. Информация о готовящихся сделках к слиянию поглощения. То же самое. Если конкуренты или, допустим, какие-то силы, там и GR какие-то объекты узнают о том, что мы планируем присоединять, допустим, или поглощать, то стоимость может быть увеличена и так далее. Это прямой финансовый ущерб. Компании, вращающиеся на фондовом рынке, очень ревностно относятся к тому, чтобы не было утечек каких-то слухов. Шел рабочий по цеху, упал, сломал палец, допустим. Это может быть раздуто до размеров слона, может повлиять на котировки акций, на капитализацию компании. Персональные данные работников тут без комментариев, защищены законом. Мы обязаны их защищать. Сведения об участниках предложениях закупочных процедур тоже самое. Утечка, вот как предыдущий оратор говорили, и, в общем-то, компания проигрывает. Информация о разработке, результатах испытаний новых видов продукции тоже конкурентам не обязательно знать о том, что у нас получается, а что не получается. Теперь о том, как мы защищаем конфиденциальную информацию. В общем-то, классика защита зиждется на трех китах. Это документальная поддержка, техническая поддержка и сама организация процесса защиты. Наша документальная поддержка, то есть документы, это как тактическое оружие, оно носит и оборонительный, и наступательный характер. В качестве оборонительного характера у нас используются правила внутреннего трудового распорядка, которые легализуют использование DLP-системы в нашей компании, которые говорят о том, что оргтехника, которые или корпоративные устройства, выданные работнику, не могут быть использованы для каких-то личных целей. На них не может быть личных данных, они не могут использоваться для решения личных задач и личных коммуникаций. А также в нем говорится о том, что работодатель имеет право получать доступ ко всей информации, которая хранится на корпоративном устройстве. Политика информационной безопасности и положение по обработке официальной информации это наступательные документы, которые регламентируют о том, какая информация является конфиденциальной и, собственно говоря, регламентируют методы ее защиты. Ну и консолидирующий документ обязательства работника о неразглашении конфиденциальной информации, где он конкретно подписывается, что он не может разглашать. Соответственно, этот документ может быть ему предъявлен в случае какой-то утечки. Мы говорили здесь про защиту от внешнего нарушителя, но мы также считаем, что информация может утечь и от действий, ну, вернее, от внутреннего нарушителя, а информация может утечь и от действий внешнего нарушителя, поэтому мы используем, в общем-то, стандартные средства защиты, это межсетевой экран, почтовую песочницу, и также мы повышаем осведомленность пользователей с помощью специальной платформы, которая вначале обучает, потом тестирует, а потом проводим фишинговые атаки с последующей оценкой и отправкой на повторное обучение. Для тех, кто не прошел, допустим, мы отключаем интернет. Также, если злоумышленник внутри, мы используем ряд систем, это антивирус, EDR-системы, это защита хостов от аномального поведения программного обеспечения, а также анализируем сетевой трафик. Очень хорошо помогает при подключении доменных устройств, это достаточно полезный инструмент в условиях удаленной работы в период пандемии. Ну, основной, как уже говорилось, нарушитель, это у нас внутренний нарушитель, офисный работник. Существует множество каналов, которые он может использовать для того, чтобы передать информацию наружу. Как мы поступаем? Опять же, возвращаясь к вопросу, что блокировать нельзя разрешать, мониторить и так далее. Запись на внешний накопитель у нас заблокирована на 100% машин, то есть есть только некоторые исключения, доступ к которым строго регламентирован, причем с помощью системы DLP мы контролируем, как файлы, которые передаются так и в общем, ну, вернее, у нас есть два режима контроля. Первый режим, это мы просто фиксируем название файлов. Например, у нас есть лесные обходчики, которые фотофиксацию производят лесных участков, и им нужен доступ к USB-портам, там неважно, в общем-то, они не имеют доступа к конфиденциальной информации, можно просто понимать, какие названия файлов они копируют, а есть уже пользователи с доступом к конфиденциальной информации, здесь мы полностью контролируем, что они передают. Также у нас выстроены коммуникации с HR-службой, и перед увольнением работника мы закрываем запись на внешние накопители и включаем повышенный режим мониторинга. Мессенджеры, почтовая, почта, печать, здесь все понятно, то есть здесь мониторинг, также мы контролируем момент отправки писем сам себе, это явный индикатор какой-то, ну, скажем так, несанкционированных действий. Технологии не стоят на месте, сейчас DLP-системы позволяют в общем-то мониторить происходящее за пределами компьютера, если происходит снимок экрана, то они регистрируют инцидент, это вот буквально вчера я тестировал этот момент, у нас в стадии опытной эксплуатации находится модуль, который позволяет регистрируют действия пользователя. Облачные хранилища запрещены, то есть у нас для передачи, для обмена информацией с контрагентами мы используем наше облако, и если вдруг необходимо получить какие-то данные с помощью внешних облачных сервисов, то это происходит с помощью привлечения офицера информационной безопасности. Немаловажный фактор это организация процесса защиты, то есть у нас работает выделенный сотрудник, он загружен примерно на 50% в масштабах нашей компании. Очень полезен предыдущий опыт этого работника, в нашем случае это ФСБшник, который, во-первых, обладает достаточно усидчивостью, обладает специально, скажем так, мышлением, у него внутренняя мотивация есть, то есть когда он ловит какого-нибудь нарушителя, это для него достижение, он этим гордится, и также он обладает опытом проведения инструктажей и бесед с нарушителями, чтобы не было каких-то рецидивов. Для этого работника мы настроили инструмент, который, в общем-то, необходимые отчеты предоставляет для мониторинга, он в режиме там ежедневно мы их смотрим. И также очень важно, чтобы каждый выявленный факт потенциального нарушения не имел, скажем так, безнаказанности, обязательно проводят служебное расследование, мы передаем региональные службы безопасности наши и требуем от них отчета о результатах проведенных работ. С рецидивистами мы поступаем уже как-то построже. Как организуем передачу конфиденциальной информации внешней организации? Мы обязательно заключаем NDA, но это уже повсеместная практика, однако мы включили ужесточение этого режима и мы требуем на передаваемых документах, которые несут себе конфиденциальную информацию в соответствии с положением проставлять гриб коммерческая тайна и передавать их по журналу. Зачем мы это делаем? То есть многие не понимают, зачем такой же скайч включать, вроде как бы в 21 веке живем и так далее. Однако очень часто работники в своей суете не отдают себе отчет, что и кому они передают. Недавний кейс у нас был, работала консалтинговая компания, работала по HR какому-то направлению, пришли на завод и попросили передать им информацию обо всех несчастных случаях за последние несколько лет. То есть работник задумался об этом, когда пришла необходимость ему поставить свою подпись под той информацией, которую он передает, начали разбираться, информация не нужна, с другой стороны, ее утечка была бы для нас критична. Ну и самый важный момент, опять же, так как мы находимся в режиме мониторинга, а не блокировки, это пропаганда ответственности за передачу конфиденциальной информации. То есть наша цель, чтобы в голове у работника всегда находились три вещи. Во-первых, он должен понимать, какая информация является конфиденциальной, он должен понимать, что обязательно за разглашением последует административная или, хуже того, уголовная ответственность может последовать. Ну и также он должен понимать, что современные технические средства позволяют очень эффективно поймать нарушителя, что он в принципе не уйдет безнаказанно. Как мы достигаем этой цели? Мы проводим периодически предупреждающие почтовые рассылки, мы выводим информацию на скринсейвер работникам, мы проводим обучение той же системы антифишинга, то есть мы ее донастроили, чтобы она могла обучать работников в работе с конфиденциальной информацией. А также мы к нарушителям публикуем какие-то в средствах внутренних СМИ, внутренних рассылках какие-то случаи выявления таких ситуаций и придаем ей широкой огласке, чтобы люди понимали, что это все не просто так. Если вдруг случается какой-то инцидент, мы действуем стандартным способом, стараемся установить круг лиц, имеющих доступ к информации, проверяем движение информации и принимаем меры к уменьшению вероятности повторения инцидент. Недавний кейс был, допустим, было подозрение на утечку. Мы считали, что к информации, ну и по нашим документам, должен иметь доступ там не более, чем как у 10 человек. Однако расследование выявило, что эта информация владела больше 150 человек. Поэтому нам пришлось, в общем-то, ужесточить некоторые вопросы. И распространение этой информации. Так, этот слайд я пропущу, он технически достаточно. Отдельный момент использования DLP в европейской зоне. Существует европейский регламент о защите персональных данных GDPR, и вроде как DLP должна его защищать, однако юристы категорически против использования этой системы, так как говорят, что они не смогут никак легализовать ее использование. И мы можем, в общем-то, понести значительные убытки от эксплуатации таких средств за рубежом. Поэтому мы приняли решение от нее отказаться. Ну и, скажем так, у нас в Европе небольшая концентрация конфиденциальной информации, потому что там находятся финишные производства, в общем-то, для производства пакетов. То есть все сконцентрировано у нас в России. Ну и, окончая доклада, я хотел бы остановиться на том, какие направления для нас считаются, ну мы считаем перспективными для себя, и куда мы смотрим. То есть, допустим, интересный был бы инструмент, который позволяет технически запретить использование документа за пределами разрешенного круга допущенных лиц. Допустим, как-то документ инкапсулируется в какой-то зашифрованный, скажем так, контейнер, и который может открываться только на определенных компьютерах. Мы один из продуктов тестировали, не скажу, что успешно, потому что он не успевает за развитием продуктов Microsoft Office и Acrobat Reader, поэтому нам пришлось прекратить тестирование этого продукта, но, в принципе, если есть такие продукты на рынке, мы будем готовы обсудить их эксплуатацию. Mobile Data Management и Mobile Application Management решений для защиты документов от копирования, пересылки через мобильное устройство. Также мы рассматриваем сейчас это направление, чтобы перекрыть, в общем-то, основной канал утечки информации на текущий момент. И также мы считаем полезным маркировку документов производить для точного определения автора при обнаружении утечки. На моей практике было несколько случаев, когда, в общем-то, была передана бумага и требовалось определить, откуда она, в общем-то, ушла. Эти системы позволяют это сделать, и я думаю, что в ближайшее время мы будем одну из таких систем внедрять у себя в компанию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!